Потрясающе будет, очень интересно. Ну как с регистрацией, самостоятельно, без обузданцев. Прошу большое. Ну ладно, давайте начинать. Потрясающе. Потрясающе описывает, как трагедия очень крупного ученого. В 1838 году, то есть после того, как Дютраше опубликовал свой вариант клеточной теории, и за год до того, как Швамп опубликовал свой вариант клеточной теории в 1839 году, Дютраше Ренгард написал замечательную книгу. Вот два тома этой книги. Очень советую ее подосчитать, посмотреть. Это действительно произведение искусства. Книга называется, как у вас есть параллель, показательная. Ипузории, как совершенные организмы. На самом деле, Ренгард не принял по-настоящему клеточной теории в том ее виде, в каком ее создавали Дютрашей Швамп. Он продолжал считать инкузорий совершенно особой формой организации живого. И все время говорил о том, что это действительно абсолютно совершенные организмы, а не клетка, из которой складываются более совершенные организмы. При этом, я сразу же хочу подчеркнуть, что Дютрашей был начисто лишен давно, что было характерно для первых работ. Вот здесь, я уже говорил, полностью отсутствует тот бестиарий, который воссоздавал своих работах Джапо. Все инкузории, ну не только инкузории, под инкузориями он понимал и нишекалавраты, изображены с абсолютной точностью. Более того, в 1838 году он рисовал эти клетки со всеми доступными до того времени клеточными органоидами, в том числе и с ядрами. Это, пожалуй, самое полное описание клеток, морфологии клеток, которая существовала в то время. В более поздние годы, в начале 40-х, в работах Дюжардана, того же Дебари, Зибальда, мы еще находим клетки, нарисованные примерно так, как рисовал их лук, робот лук. Вот, Эренберг рисует совершенно точно. Фактически все его иллюстрации можно и сегодня использовать в учебниках. Там нет никаких неточностей. И, повторяю, он считал эти организмы, которые действительно имеют клеточную природу, хотя он об этом и не писал, как действительно совершенную форму. И вот здесь, я повторяю, все исследователи воспринимают то, что произошло с Эренбергом, как своего рода такую трагедию крупного ученого. Вот, он продолжал считать, что инфузория это не клетки, а на самом деле эта клеточная теория уже тогда существовала. Ну, а через год она вообще просто победным маршем прошла по всей его... Да, так казалось очень долгий год. До тех пор, пока в конце 20-го века не появились совершенно новые взгляды на происхождение феномена многоперечности. Повторяю, Эренберг о них ничего не знал. Но появилась совершенно новая система взглядов на происхождение многоклеточности. Я об этом скажу потом немножко дальше, когда мы подъем все по современной системе, согласно которой клетки многоклеточных и клетки простейших они только воспроизводят организационный труд друг, морфологический, но эволюционно-филогенетически они абсолютно противостоят друг другу. Это разные клетки. То, что мы называем клеткой простейшего, клеткой организма и клетка многоклеточного, не важно какого, растительного, животного, которая никогда клеткой, по сути дела, организмом не была, которая сразу же возникает как часть целого сложной организменной системы. Эти взгляды, повторяю, родились еще в начале 20-го века, но вот во второй половине 20-го века и в конце 20-го века они получили достаточно широкое распространение. И я потом к ней вернулся. Так что, может быть, это не трагедия Эрнберга, а провидение Эрнберга, который рассматривал клетку простейшего совсем не так, как клетку многоклеточного животного, но, повторяя, это тема отдельного разговора. Посмотрите эти книги, это что из того. Ну, а дальше мы переходим с вами непосредственно к клеточной теории и ее последствиям. Но прежде чем переходить непосредственно к тому, как клеточная теория сказалась на создании системы, необходимо обсудить еще два вопроса. Это развитие микроскопии и микроскопической техники. Без этого, как вы понимаете, все дальнейшее развитие было бы невозможным. Вот что происходило в этот момент, какие революции осуществлялись в этот момент именно в технологической сфере? Речь идет о технологиях, да? Совершенствования технологий. Сумма знаний и сумма технологий – это все-таки разные вещи. Пока технологии явно отставали. Сумма знаний, да, она оказалась сильно переделана. Начиная с Роберта Гуга и кончая тем же Дютрашей и Шуаном, да, торжествует эта клеточная теория. Мы пишут о клетке, говорят о клетке. Но, по сути дела, что такое клетка, толком-то никто не знает. Высказываются самые разные предположения о том, что такое клетка. Я об этом скажу чуть дальше. Но, повторяю, для того, чтобы разобраться со строением клетки, с ее природой, должны были осуществиться две крупные технологические революции. Вот должна была поместиться сумма технологий, которыми владели ученые того времени. Ну, начнем непосредственно с микроскопа. Итак, микроскоп. Я уже неоднократно говорил, что микроскоп был изобретен на самом деле значительно раньше, чем Левенбук создавал свои потрясающие мудры. А, значит, очковых дел мастера, как их тогда называли, создали первый микроскоп. Это примерно 1590-е годы. Это конец 16-го века. До Четрашея и Швана еще очень-очень далеко. Но это был уже, я опять-таки еще раз хочу это подчеркнуть, это был настоящий микроскоп. В самом прямом смысле. Это была система, состоящая из двух оптических систем. У этого микроскопа существовал объектив, очень несовершенный. Это была простая лица. Она создавала некое изображение, которое мы рассматривали в окуляр. Не сам объект, а только изображение, создаваемое и рисуемое объективом. В этом и смысл микроскопа, да? Вот такой прибор и был создан братьями Генрихом и Захарием Янцевым. Ну а дальше, дальше начинается время совершенствования микроскопов. Значит, по сути дела понадобилось 50 лет, почти 50 лет, даже больше, почти 60 лет, да? Для того, чтобы появились хотя бы самые незначительные усовершенствования этой конструкции. Ну вот первым таким усовершенствованием микроскопа был прибор, созданный фонтаном. Он заменил очень примитивный окуляр. Братьям Янцевым изменил форму линзы. Почему-то не совсем понятно, почему из каких соображений Захарий и Генрих Янце Янцены использовали вогнутую линзу в качестве окуляра. А вот фонтанат заменил его двояко-выпухлый лиц, который резко увеличивал возможность увеличения, не разрешения, а увеличения микроскопов. Ну тогда понятия разрешения микроскопов вообще вообще отсутствовало. Повторяю, это 1646 год. Повторяю, самые первые приборы были созданы в 1590 году. Ну, середина и конец 60-х годов – это, я бы сказал, такая успешная эволюция микроскопа. И здесь сыграло колоссальную роль соцсоревнование между Робертом Гугом и Левенгуком. Левенгук уже отказался продавать свои приборы в оружие. Роберту Гугу было поручено, поручено королевским научным обществом усовершенствовать прибор, чтобы увидеть то, что видел этот линзинец. Ну, и в результате Левенгук, Роберт Гугу, сын, участвует в свой прибор. Он, первое, что он сделал, он предложил отказаться от простых окуляров и в качестве окуляра для микроскопов использовать прибор, который на самом деле был изобретен за несколько лет до этого, но использовался в астрономии, в телескопах – окуляр Югенса. Вот и сейчас мы пользуемся этим окуляром. Это самый распространенный окуляр в современной микроскопии – окуляр Югенса. Вот тогда Роберт Гугу как раз его приспособил к микроскопу. И опять же получил их удивительный результат. Ему удалось подтвердить то, что Левенгук видел свои простые люди и продемонстрировал все это королевским научным обществом. Ну, следующая проблема, которую приходилось решать тогдашним микроскопистам, заключалась в том, что, естественно, те приборы обладали сравнительно очень мало… Ну, вот опять-таки само понятие разрешающая способность объектива, тогда просто это было неизвестно, и обладали малым увеличением и достаточно большим фокусным расстоянием. Вот следователи старались сократить фокусное расстояние между объектом и объективом. Справедливо считаю, что да, это позволит увеличить как раз работоспособность микроскопа, позволит больше увидеть то, что нанесли. Ну, и в этом отношении надо было, конечно, заменять объектив более сложными оптическими системами. Вот первые такие сложные оптические системы были изобретены Дивиным. Он предложил использовать систему из двух линз. Они так и получили в истории науки такое название – дублеты Дивина. Это объективы, которые были составлены из двух линз. Ну, и это опять-таки улучшило качество микроскопа. Ну, а дальше начинается сложная проблема. Как только увеличивается разрешающая способность микроскопа, в оптике появляются различного рода ошибки. Это неизбежно, это законы оптики. Хроматический и сферический оператив. Изображение становится очень искаженным. Оно теряет свой природный цвет. То, чего не было в микроскопах Левенгурга. И вот появляется целая серия работ, которые как раз и борются с этими последствиями усовершенствования микроскопа. Первым такие работы начал, мне больше не меньше, как и Сарт Мютон. Еще в 1672 году. Он предложил совершенно особый тип микроскопии, особый тип объективов, который вроде бы свяжал вот эту сферическую операцию. Его, к примеру, последовал целый ряд ученых. Это и Смит, и Брюснер, и Амичи, о которых я буду еще неоднократно говорить и вспоминать. Это действительно выдающиеся оптики того времени. В общем, они действительно создают приборы, которые значительно лучше и более совершенно, чем то, что использовалось до того времени. Но, по сути дела, вот этот путь, по которому предложил Ньютон, на самом деле оказался в известной степени, тупиковым. Он позволял снять сферические операции, но резко ограничил разрешающую способность тех же самых элементов. И надо было создавать какие-то свои другие формы, другие приборы, которые бы и позволяли заметно наращивать мощность микроскопической техники, а с одной стороны позволяли избежать вот эти хроматические сферические ошибки в изображении. Ну и, собственно говоря, разработкой таких объективов, таких систем, как раз был известный математик Эйлер. Эйлер сам не создавал никаких приборов, никаких микроскопов, но он рассчитал микрообъективы, которыми мы опять-таки пользуемся. Вот как и по популярным Юйгельсом, мы пользуемся этими до сих пор. Это хромат, хроматические объективы. Такой подбор линз, который исключал хотя бы хроматическую операцию. Ну а вот по расчётам Эйлера очень быстро начали создаваться эти приборы. Значит, в 1807 году Клайн Дойт создал такой прибор. Через год его усовершенствовали другие исследователи. Но в 1816 году всё тот же Эймит, я уже о нём упоминал, создаёт уже настоящий хроматический объектив. Это в 1816 году. Вот, собственно говоря, введение окуляра Юйгельса Робертом Гогом и создание хроматических объективов – это действительно очень важные этапы в развитии микроскопии. Но всё дело в том, что, опять-таки, пока ещё мощность оптических приборов была очень невелика. Для этого надо было создавать более сложные системы. И вот такие сложные системы, наконец, создаются. Возникают сложные объективы. Возникают действительно сложные объективы. Когда в состав объективов входит уже, как минимум, 7-8, до 10 линз. Ну, я имею в виду, это вот инвесённые объективы. И, опять-таки, в этом активное участие принимает тот же самый Эймит. Он действительно фантастический, это человек, который фантастически вот то, что называется, подхватывал какие-то веяния, которые высказывали другие люди и воссоздавал это в конкретике, в металле. А Митчин обосновал использование иммерсий. Настоящие иммерсии. Сначала водные иммерсии. Он создает первые водные иммерсионные объективы. И мы им пользуемся до сих пор. Даже для Сороковки существует классический объектив Сороковка. Действительно хорошие цельсовские объективы на самом деле являются водными объективами. Сводные иммерсы. В 1839 году, то есть год создания теории, клеточной теории, уже в окончательном виде созданной Шваном, возникают коррекционные объективы. И фактически микроскоп постепенно начинает приобретать тот вид, но пока еще очень медленно, к которому мы привыкли. Но, пожалуй, самая большая заслуга в этой области принадлежит двум людям. Собственно говоря, то, о чем я говорил, это своего рода предыстория. А настоящая история начинается с фамилии двух людей. Это конец 60-70-е годы 19-го столетия. Это Карл Цейс. Крупнейший инженер. Крупнейший конструктор. И потрясающий, то, что бы мы сейчас назвали, эффективный менеджер. Он создает настоящую оптическую промышленность. Это уже не просто мастерство. Это настоящая оптическая промышленность. И он смотрит далеко в будущее. Я вам скажу о некоторых эпизодах деятельности Карла Цейса, которыми мы пользовались еще в послевоенном году. И второй человек, которого Карл Цейс привлекает в свою лабораторию. Это Амбе. Доктор Амбе. Профессор Амбе. Это крупнейший теоретик. Теоретик Кукин. Пожалуй, в физике 19 века Амбе стоит на одном из самых первых мест. Потрясающая деятельность этих двух людей, совместная, согласованная деятельность, привела к созданию современных микроскопов. На начале того, что Амбе первый создал исчерпывающую теорию микроскопа. Он показал, что пределы света оптики очень ограничены. Это половина длины волны белого света. А вот показал и другое, что можно преодолеть эту физическую границу. А что значит разрешающая способность? Разрешающая способность – это минимальное расстояние, при котором две точки мы воспринимаем как две точки, а не одну. Вот то, что расстояние меньше половины длины волны белого света, приводит к тому, что мы видим только одну точку. Но Амбе показал и другое, как можно увеличить этот миллиметр. Для этого надо изменять длину волны света. Он предложил первую Е в конце 19 века. Ультрафиолетовую микроскопию. Ну, а дальше пошло вот эти изобретения Амбе. Открытия Амбе пошли одни за другим. Потому что он предложил темнопольную микроскопию. Использование не прямого пучка света, а бокового. На темном поле освещения сбоку. Это тоже повышало разрешающую способность микроскопии. Он предложил впервые в конце 19 века то, что мы сейчас называем фазовым контрастом. И создал такой прибор. Он, конечно, был не очень совершенен, но он существовал. В практику биологических исследований фазовый контраст вошел только в середине 20 века. Но, повторяю, создан и сконструирован. И реально существовал он в конце 19 века. И вот самое смешное, что все начинания Амбе ЦИС почти мгновенно воплощал металл. ЦИС как конструктор, как организатор. А бы как раз практически не тратил время на то, чтобы придумать, как это воплотить в конкретных деталях. Этим занимался сам ЦИС. Это потрясающе, я думаю, что двух действительно людей, из которых фактически все началось. Ну вот, микроскоп в конце 20 века. У него уже все детали современного микроскопа. Уже сложная система конденсора, который предложил Абе. Микроскоп из двухчленного оптического прибора. Но это трех членов. Вместо объектива и окуляра там еще появляется конденсор, который преобразует пучок света, направляемый этот препарат. Кстати, Абе предложил использовать предметные покровные стекла. По-настоящему. И фактически организовал их в производстве. Объективы. Абе предложил заменить воду на масло. Вот так появилась иммерсионная, настоящая современная иммерсионная оптика. Повторяю, это предложение Абе. Абе создал объективы 90 и 100. Таких объективов вообще тогда еще не существовало. Эти объективы, мне приходилось работать с такими объективами. Они у нас долго на кафедре сохранялись. Я должен сказать, что рисунок, который они создавали, потрясающая четкость. Единственный недостаток этих объективов, у них маленькое поле зрения. Там трудно искать было. Хоть не хотите объект, особенно если это какой-то поднижный объект. Но по качеству изображения, по этому отсутствию аберраций, особенно хроматических аберраций, это потрясающе. По телу временам вообще просто потрясающе. Ну, понятно, что и стоили эти микроскопы не так дешево. Но, во всяком случае, это ученые получили действительно очень совершенный продукт. Вот продукт такой, если хотите, технологический революция. Абе предложил, кстати говоря, фантастический рисовальный аппарат. Тогда еще не было фотографий, микрофотографий. Но надо было документировать то, что вы видите. Я вам предложил особый препарат, который позволяет отбрасывать на лист бумаги изображение, получаемое в поле зрения микроскопа, и очень четко обводить их. Все пропорции, все детали, и такими препаратами мы пользуемся до сих пор. И, кстати, они не очень сильно изменили свои конструкции. То есть, все это привело к тому, что микроскопия, непосредственно сам микроскоп, и микроскопия, и использование микроскопа, оно просто вышло на современное. Другое дело, что потом уже после смерти Абе, особенно после смерти Абе Тлицейса, на самом деле многие позиции были утрачены. Особенно утрачены в начале 20-го века. И только вот уже в конце 40-х годов многие идеи Абе снова были вынуты из архивов, воплощены в металл, и действительно пошли в жизнь. Но уже, естественно, более современным исполнением. Ну, в общем, мне важно подчеркнуть, что к концу 70-х годов биологи наконец получают современные микроскопы, в которых все хорошо видно, это не левенбургские лупы, это не приборы лука, тут действительно можно разобрать строение клетки. Тем более, что появился еще и фазовый набор. Ну, а кроме этого необходимо было совершенствовать не только самим микроскопом, но и совершенствовать то, что мы теперь называем микроскопической техникой. Это микротограф. Потому что без серьезной подготовки биологических объектов к изучению микроскопов мы там ничего не видим. Вот так начинает формироваться микроскопическая техника. Это вторая линия технологических объектов. Ну, а в основе этой линии лежат, пожалуй, работы крупнейшего исследователя, это Жан Куркиниев. Это чешский исследователь. Собственно, с него все и начинается в какой-то степени. Нет, ну, естественно, там существовал и Роберт Кук, который написал свою знаменитую монографию «Никрография и физиология крошечных тел». Так называется эта книга. Знаменитая книга Роберта Кука. Я показывал титул этой книги. Это действительно очень интересное и поучительное занятие, читать эту книгу. Но, конечно, к современной науке это имело очень относительное такое действие. И поэтому, на самом-то деле, с Робетом Куком дело обстояло следующим образом. Он придумал термин «селлюля». Вот я обращаю на это ваше внимание не «сел», а «селлюля», «клеточка» в переводе на русский язык, «мечетный лунг», суффикс, да? Этот термин на долгое время вошел в литературу. Но Бук, и мы это знаем совершенно отчетливо по тем картинкам, которые он приводит в своей микрографии, на самом-то деле клеток-то не видел. Бук изучал коробку пробкового двигателя. Он видел просто воздушные поры, воздушные каналы. Именно их он назвал «клеточкой». А вот клетки как таковые, вот те клетки, которые видел уже не трошет, видел Шуан, видел Шуэген, на самом деле. На самом деле Бук-то не видел. Но термин «клеточка» Савелья, да? Он сохранился в литературе. В это же время, когда Бук описывает свои «клеточки», работал Нейми Грум. Это тоже знаменитый английский естественный испытатель, тоже член, так же как и Бук, член Королевского научного общества. И он предложил свой вариант. Ему показалось, он занимался как раз ботаническими объектами. И он отчетливо написал в нескольких местах, что все растительные организмы состоят из тканей, которые в свою очередь содержат «клеточки». то есть он использовал терминологию Бука. Вот так появились понятия ткань и клетка. Повторяю, да? Это совсем другое время. Это конец 17-го, начало 17-го века. А вот по-настоящему, по-настоящему, понятие этой клетки, это как раз, я уже говорил, это, по сути дела, конец 18-го и 19-го века. Тогда мы имеем дело с более-менее настоящей клеткой. Но я хочу сразу же обратить внимание еще на одну особенность. Резко меняется терминология. На некоторое время забывают терминологию Роберта Бука и появляются совершенно новые термины. «Весипл» – «пузырек». «Уртицилия» – тоже «пузырек». «Отен» использует «уртиерхе» для обозначения клеток. То есть огромное количество синонимов в самых разных. Но все они подразумевают какую-то маленькую единицу. Вот как я написал, слизистая точка объединяется на фундурии. Вот маленькую единицу какой-то слизи, какого-то живого вещества. Хотя самого компоненция цитоплажной, проноплажной еще в этот момент не было. Лишь Брисау Мербель в 1802 году отказывается от всех этих терминов и начинает использовать термин «клетка». Но, опять-таки, цель – «клеточка». И он сохранился, кстати, и в русской литературе. В 1809 году Ламарк, который никогда не занимался клетками, никогда не был цитолог, никогда не смотрел по-настоящему в микроскоп, пишет в своей «философии и зоологии», что «клеточные ткани» составляют основу всякой организации. «Клеточные ткани». Это явно восходит как Энн. Натур-философия. Хотя Ламарк, в общем-то, натур-философов-то нет. Повторяю, появляется огромное количество работ самых разных исследователей, которые так или иначе варьируют понятия ткань, клетка, «клеточные ткани», «все ткани состоят из клеток», и так далее, и так далее. Что скрывалось за этим термином? То, что это явно не то, что видел Бог, это несомненно. А что же за ним скрывалось? А вот, чтобы выяснить, что же за ним скрывалось, для этого понадобилась целая серия исследователей, которые методично изучали строение клетки. Ну вот, пожалуй, таким первым исследователем как раз и является Жан Курпиньет. 1787 год, 1869 год. Собственно говоря, Курпиньет вошел в историю биологии по нескольким поводам. Меня сейчас интересует только одна причина, почему мы вспоминаем его один. По одной простой причине. он был великий методист. Собственно говоря, микроскопической техники как таковой вообще-то не существовало. еще не знали, что такое фиксатор. Еще не знали, что такое дискологические окраски. Еще не умели изготавливать препараты, ни временные, ни постоянные. Ну, временные могли, конечно, изготавливать, но не в том виде, в каком мы сейчас даем студентам простейших на первых курсах. Никаких методик изучения клетки не существовало. Кроме того, что делал Левенгук. Вот Левенгук научился культивировать свои заниматели. Он создал культуру. Но что с ними делать-то дальше? Ну, Левенгук смотрел под капилляр. Внутри капилляра. А потом начали смотреть между покровными предметами стеклами. Капилку раздавливать. Какая же тонкая звезда там клетки могли двигаться. Но, повторяю, настоящих методов исследований клеток не было. Учитывая еще, что качество оптики было еще, ведь ни обычаи не родились в начале века. И не создали своих приборов. Поэтому, естественно, по представлению о клетке, как о целостной какой-то структуре, отсутствовали напрочь сознание исследований. Вот это, вдумайтесь, это потрясающая вещь, когда джитроше и сван создают свою клеточную теорию, они сами не знают, о чем они пишут. Потому что представления о клетке, как о биологическом объекте, не было ни у кого. Должны создатели этой теории. Это удивительный парадокс природы. Обычно всегда такие теории появляются тогда, когда мы уже что-то познаем. А здесь пока ведь ничего не было известно. Но Пуркинье как раз и первым прорвал вот эту непроходимую границу. Он попытался придумать какие-то методы, которые позволили бы исследовать клетку. Пуркинье предложил, как ни странно, первую конструкцию микротомов. Это фантастическая конструкция. Живая тянь. Сначала нефиксированная, немножко попозже он начал фиксировать, использовать для этого фиксаторы. Но это по-настоящему. Вся вот эта химическая кухня для обработки клеток, она появилась только где-то в середине XIX века. Так вот, живая ткань заключалась в расщепке веточки бузины. Именно бузины, потому что у бузины очень мягкая сердцевина. Вот датчика расщеплялась, и туда запихивалась живая ткань. После этого, собственно, древесина как таковая возможность-то снималась. И вот эту сердцевину бузины обычной бритвой разрезали. Вот получали в серии срезов. Это первые гистологические срезы. Понятно, да? Качество срезов еще то, но хоть что-то. Кстати, Пуркинье предложил и метод реконструкции по срезам. Вот по этим самым срезам. Когда срезы накладываются, картинки сделаны с этих срезов, накладываются одно на другое, можно представить объем того и внутреннее строение того объекта, который вы таким способом изучили. Повторяю, вот как раз заслуга Пуркинье как раз заключалась в том, что он придумал вот такие варианты, такие методы. А сами методы были еще очень несовершенны. Потому что, повторяю, еще не было настоящих фиксаторов, не было настоящих красителей. Это все появится позже. Сильно позже. А чем он фиксировал? Что? Ну, вы сказали, что потом он начал... А, просто как-то он обезвожил. Я по-настоящему фиксаторами имею... Ну, я по-моему... Суриму... Там... Парафорумы... Игиновая кислота... Ну, вот и все, то, что мы используем в современном кислоте. Ну, а в результате всех этих действий с клетками в литературе сложилось и сохранялось почти на протяжении всей первой половины XIX века представление о клетке как... Собственно, оно и... Это же пишет Шлейден в своих работах 1838 года. Об этом пишет Ишванг. Как представление о клетке как... Главные клетки — это оболочка. Как главные клетки. Да, внутри... Слизь. Вот та самая слизь, которая писала там. Углерод смешанный из воды. Вот эта слизь как раз и заполняет клетку. Никаких эрганоидов никто не видел. А теперь посмотрите, вспомните то, что я только что говорил о картинках Оренберга. Увидел ядра. Увидел все, что есть в клетке. Искресительную волю, пищеварительную волю. Естественно, что Оренбергу клетка казалась... Вот те представления о клетке, которые существовали, о клетке многоотрядочных. И в сравнении с тем, что он видел в Купаратисте, Ваню Малькову инфузорию, да? Действительно... Это не вызывает никаких удивлений, что эти инфузории казались ему очень совершенными организмами. Только в 1830 году... Вот это... Начинают отказываться вот от этого представления. Оно тоже в 1830 году уже формулируется в виде совершенно четкой формулы. Это Мэйн пишет о том, что клетка представляет собой пространство, изолированное мембраной. Все, это определение клетки. А вот в 1833 году Роберт Браун впервые описывает у клеток ядро. Да, появляются первые методы окраски. Пока еще очень не совершенствуют. Еще кармина нет, гемотоксилина нет. Они появятся на уропользовании. Но, повторяю, появляются первые методы так называемых прижизненной окраски. И это тоже не совсем то же самое, что мы теперь называем прижизненной окраской. Это означает только одно, что клетку убивают красителем. Без фиксации, да? Просто помещают какое-то красище растут. И вот в последний момент жизни у нее начинает проявляться ядро. Перед тем, как она уже окончательно развалится и погибнет. Повторяю, это не летальные красители, настоящие летальные красители, которыми мы пользуемся и сейчас. Гибрил соль ватом, петральный красный. Ничего этого тогда и в больнике еще пока не было. Так вот, в результате всех этих опытов Роберт Браун описывает гитл. И вот самое смешное, что в клетке появилось ядро. Значит, во всех клетках должно быть ядро. Это психология исследовательства. Если я не вижу ядра, а мы, коллега, видим, значит, что-то у меня не то. Возникает совершенно... Все исследователи того времени видят ядро в клетках. Даже в тех клетках, в которых ядро нет. Более того, когда появляется описание клеток без ядер, их сразу же объявляют шарлатанством. И авторов подвергают его астротизму. Когда Гекель написал о своих манерах в клетках без ядер, повторяю, это произошло чуть-чуть позже этого времени, но тоже в 19-м веке. У него тоже полицейка. Не бывает ли это без ядер? Так вот, повторяю, Браун описывает игру. И только в 1861 году, это, пожалуй, первая детальная современная профессиональная книга. появляется работа Шульца, это 1861 год, в которой под клеткой понимается совокупность ядра и цитоплазма, ограниченная. Ну, тогда это, конечно, не мембрана, а тонкой оболочки. Понятно, это как лазматическое мембрана, естественно, отсутствует. Это 1861 год. 20 лет с момента работы, прошло 20 лет с появления работы Дюжардана, который признал клетками простейших. И 1939 год, с момента появления работы Шульца, я уж не говорю о работе Дюжардана, в том числе. Вот наконец-то стало понятно, что клетка – это сложный конгломерат. Но для этого понадобились возникновение сложной системы влажных камер, для того, чтобы изучать живые клетки. Вот они и появляются в конце 50-х годов. Вот появление этих методов как раз великолепно накладывается на появление первых нормальных микроскопов, создаваемых в цельсовских мастерствах. Появляются специальные нагревательные столики, через которые догадываются, что нужно пропускать не очень горячую воду, но в нагревательных столиках нужно делать дырку, чтобы туда помещать препарат и живую ткань теплокрупных животных. То есть появляются вот такие специальные методы исследования. Появляются фиксаторы. Есть набор. На первом месте, конечно, Сулейман. И самые разные комбинации Сулейман. Вот тогда появился знаменитый центр. Тогда появился фиксатор Сулейман Супшки. Тогда появился шаутер. Немножко позже для простейших, но он тоже был разработан в конце 19-го века. Тогда же появляются все смеси, основанные на петлинке. И небезызвестная жидкость Гуэра. В общем, действительно появляется достаточно широкий спектр, который позволяет не просто фиксировать клетку, а фиксировать таким образом, который нужен исследователю, работающей с данной клеткой и решающей конкретную задачу. 1858 год. Год появления кармина, красителя. Да, да, самый банальный классовый кармин появился в 1858 году. А в 1859 году уборник. Понадобилось еще 7 лет для того, чтобы появилась вся серия демотоксилинов. В первом появился железный гемотоксилин, 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 гемотоксилин. Ну и так далее, и так далее. Появляется еще одна вещь. После того, как появились гемотоксилины, появился метод дифференцированного окрашивания. Потому что раньше красили все до полного и посинения, и почернения. И, конечно, качество препарата было очень неважным. А метод дифференцированного окрашивания позволяет окрашивать, как раз перекрашивать объект, а затем отбирать краску из объекта. Разные способы дифференцировки существуют, но суть заключается в том, что в одних частях клетки какие-то красители задерживаются очень прочно и надолго. И оттуда его трудно выбрать. А из каких-то частей он не легко удаляется, потому что там просто чисто механическая сорция красителя на клеточных структурах. Вот у вас появляются дифференцированно окрашенные препараты. На этих препаратах что-то окрашено ярко, что-то послабее, что-то не окрашивается вообще. Но вы приобретаете возможность видеть по-настоящему клеточную структуру. Ну и самое главное, появляются методики заливки. Это уже не гузина, а в качестве первая заливочная среда целоидин. Парафин появился позднее. А потом появилась парафин целоидиновая заливка. То, что мы называем, заливка по Петрофе. И самое главное, появляются потрясающие приборы микротом. Которые позволяют получать серийные среды. Ну а к этому времени как раз Абе и предложил организовать производство предметных и покровных стелок. Причем более того, он рассчитал толщину этих стекла. Предметное стекло и покровное стекло не должно быть толще 170 микронов. Это максимум. Другое дело, что тогда эти стекла получались совсем иным способом, чем сейчас. Вот у вас здесь огромные пузыри. Как мыльные пузыри из расплавленного стекла. И дальше эти пузыри резались. Понятно, что, конечно, отход был колоссальный. И очень часто покровное стекло было чуть-чуть сферическим. Поэтому под ним возникал какой-то пузырь воздуха. И оно не равномерно давило на один. Повторяю, сложностей было много. Но самое главное, что вот эти методические задачи действительно начали успешно решаться. В результате появилось совершенно новое представление о настоящей клетке. Я сейчас покажу несколько картинок. Я сразу же хочу сказать, что это картинки из Брагауза и Ефрона. Знаменитая российская энциклопедия, публикованная в конце 19-го века. Первое издание 1870-е годы, а это второе издание 80-е и 90-е годы. Вот этот том с «Клеточкой» вышел в 1895 году. Автор статьи о «Клеточке», я специально подчеркиваю. Она и по-русски называлась не «Клетка», а «Клеточка». Точно переводилась название. Ректор нашего университета Бекетов, академик Бекетов, автор этой статьи. А вот картинка, которая уже в 1895 году. Эту картинку сами вы видели все с первого курса вообще в учебных. Изменялось только название. Не сократительная в аквари, а она называлась «Подвижная в аквари. Клетка». Не пищеварительная в аквари, а пищевые комки. В души-то осталось все и то же самое. Это 1895-е. А рядом растительные клетки. Ну, это уже, сам говорит, это был ботаником. Это его «Эпархия». Здесь действительно знание о клетке в этот момент становится уже не по-настоящему серьезным. И в этой же статье, в конце статьи, смотрите, приводится «Все фазы методов». 1895-е годы. Правда, автор, подробно описывая кариокинез, деление ядра. Когда этот термин уже существовал, а у термина «Витоз» еще не существовало. Просто некуда. Он пишет, он подробно описывает, что и как. Он только пишет в начале, перед тем, как давать описание этих картинок, пишет о том, что это совершенно непонятная вещь. Никакой биологический смысл корректинеза, процессов корректинеза был абсолютно непонятным. Написание было, наверное, очень точное. Не было, конечно, того, что мы сейчас знаем «фазы», «фазы», «анофазы» и так далее. Этих слов еще не было. Но исследователи видели эти слова. И более того, в хороших микроскопах были видны и другие клеточные органозы. Не только пищеварительные сократительные уколи, но это крупные. Не только фазометозы. Были видны какие-то другие объекты. Вот тогда появляется первое описание аппаратов больше. Гектеосомы аппаратов больше. Естественно, дом без структуры никто не знал. Но именно в этот момент, на рубеже 90-х годов прошлого века, поздно прошлого века, начинается погружение вглубь клетки. Приходится осознание, что клетка – это очень сложная структура. Но она еще продолжает называться «клеточкой». Я специально еще раз подчеркиваю это название. И, соответственно, дальше начинается постепенно усложнение всей этой… Ну, собственно говоря, с этого момента и зарождается то, что мы называем «сувиданная структура». После того, как стало понятно, что клетка – это совершенно уникальная структура, которая содержит… Правда, тогда еще не цитоплазму, а протоплазму, потемленное нам ядро, какие-то клеточные органы тогда, это еще не органоиды, а органы. Ядро – тоже органы клетки. А термин органоид появился намного позднее. Ну и дальше надо было заниматься строением клетки. Но это уже повторяет совершенно другая область, потому что начинает закладываться действительно современная цитология и то, что мы называем цитофизиологией, клеточной физиологией, как клетка функционирована. Но нас сейчас эта деталь не очень волнует. Нас интересует пока совсем другое. Дело в том, что возникает еще одна очень серьезная проблема. Как раз то, о чем я и говорил. Простейшие морфологические, и осознание этого приходит достаточно быстро, морфологические похожи на отдельные клетки. У них тоже есть какая-то оболочка. У них есть ядро. У них есть протоплазма. Но есть то, чего нет у других. Какие-то органоиды, тогда даже терминология – это органы, которые отсутствуют на самом деле у других живых организмов. Значит, они как-то отличаются от этих других организмов. если это одна клетка. Как быть системой? Куда их помещать? И действительно, на самом деле, тут возникает очень серьезная проблема. Потому что все организмы, которые мы знаем, действительно состоят из большого количества предок. К этому времени уже существует потрясающая зоологическая система QE. Понятно, что простейшие, некоторые из них явно окрашены в зеленый цвет, похожи на растения, но они практически все движутся. Для тогдашних биологов это верный признак того, что это животные дают прежде всего. Вот это вот тоже очень важно. Это потом, позднее приходит осознание того, что да, существуют еще и настоящие одноклеточные возрасты. Но дело в том, что своим подавляющим, во-первых, они движутся, а во-вторых, ведь далеко, само разнообразие простейших тогда было изучено намного меньше, чем теперь. Более того, очень многие виды мы просто не отличали один на другом. Ну, маленькая, крутится, желтенькая, ну, все, золотистая вода. По-настоящему такого описания форм, по-настоящему, детального описания форм, на которых и можно строить систематику, и в помине-то еще нет. И вот возникает проблема, куда это все происходит? Куда отнести организмы, тело которых состоит из одной клетки? Что это такое? Что это за совершенные животные, Эренберг? Что это за таксон? Ну, первым ответил на этот вопрос, по сути дела, почти одновременно с Эренбергом. Знаменитый французский исследователь Кювье. Это очень крупная фигура. Я не собираюсь сейчас детально останавливаться на биографии Кювье, потому что нас опять увлечет очень сильная сторона. Но когда он уже в середине двадцатых годов опубликовал свою знаменитую систему, это знаменитые лекции по анатонии. Первое издание с 1801-1805 года, пять тому. Следующее издание уже содержит восемь тому. Ну, а последнее издание, написанное с Эренбергом Кювье, это уже, по сути дела, двенадцать тому. И вот это издание как раз и относится к тридцать седьмому и тридцать восьмому годам девятнадцатого века. Значит, ну, Кювье, конечно, как ученый, фигура очень противоречивая. С одной стороны, он сторонник неизменности видов. Он абсолютно не принял гипотезу Амадова. А уж о дарме не говорит, не приходится. Виды неизменяемы, таковы, каковы бы создал Бог. А когда ему подносил свою докаменелость, он говорит, ну, а как же, катастрофа. Это был не просто автор, это был один из главных создателей теории катастрофы. При этом он был, конечно, потрясающим сравнительным анатомом. Сомнительная анатомия, он, ну, это, по сути дела, не просто наука, да? Это некий метод для изучения многообразия живого. Сомнительная анатомия, да? Какие детали, какие органы отличаются у разных животных. Ну, и вот в своей философии и геологии он создаёт достаточно сложную систему. Да, и последняя, для того, чтобы вы перейти уже непосредственно в системе Кювье, это Кювье создаёт, усовершенствует геннерскую ранговую систематику. Он впервые вводит понятие типа и очень четко определяет, что такое тип. Высшая категория, высшая ранг во всей ранговой систематике, тип. Это группа организмов, которые характеризуются единым планом строения. Это жёсткая, лаконичная формулировка самого. И мы до сих пор по типам принимаем именно это. Ну, а дальше, соответственно, он увеличивает количество рангов в ранговой системе. После типа идут классы, отряды, семейства и так далее. То есть, в общем, он приводит ранговую систематику примерно к тому виду, которым мы пользуемся и которыми мы засвоём её сегодня. Ну, и, соответственно, вот в связи с этой систематикой он выстраивает свою систему. Значит, первые дома посвящены, из этих 12 домов, посвящены позвоночным животным. Он, кстати говоря, и вводит понятие «бозвоночное животное». Ну, все современные классы, я не собираюсь на этом никаким персоналом. Меня больше интересует вторая часть работы. Без позвоночного животного. Не потому что это сам без позвоночного животного. Потому что сейчас вот здесь как раз появляется несколько очень интересных особенностей. внусления Кюрия и его научных построениях, которые он нам оставил в своих книгах. Итак, первый тип моллюски. Это цифалоподы, это быстроподы, это ацефало, безногие моллюски, безголовые моллюски. Но тут обходят и пластинчатая жаберная, и туникада. Это брахиоподы, сюда же входят. И сюда же возят, как ни странно, Усануги и Араки. А где он Усануги и Араки? Второй крупный тип, вокруг которого было очень много споров на протяжении всего двадцатого века. Это тип артикулята. Это мы уже называли его типом артикулята, а сам пример называл тип артикулис, членистый. А туда входят анелиды, крустацея, арахмиды и инсекта. Фантастическая схема. И надо сказать, во второй половине двадцатого века крупнейшие зоологи Европы полностью поддерживали эту схему. Вот покойный Артем Васильевич Иванов в пятьсоте капитра, он сразу что слюной не брал, когда он доказывал, что нету типа вермаз, типа черней. Что кольчатые черви и анелиды – это настоящие артикулята, они ближайшие родственники чинистого другим. И я был совершенно прав, когда он объединял и аналитики. Все оказались не правы по современным представлениям. Но, кстати, до сих пор, еще продолжает существовать, как существует мнение, относительно того, что каким-то образом все членистые животные между собой связаны. Но, я не собираюсь сейчас об этом говорить, это совершенно тема отдельной, отдельных лиц. Но, повторяю, я в этом отношении оказался действительно на много лет предусветил все то, что было известно уже после него. Ну и, наконец, последняя группа. Животные радиальные. План строения. Недаром же я с этого не начал, что главным был план строения. Не важны были детали. Важно, как это все группировалось вокруг главной оси тела. Так вот животное радиальное. Это янодерматом. Ну, естественно, что сюда вошли все кишечно-полосные кнедали, полипы. Ну, последняя группа. Панефузория. Панефузория, это, конечно, не наш тип целиофора, не современный тип целиофора. А это все, понимая, как он был. Все простейшие. И мне было абсолютно наплевать, из какого количества клеток они стояли. Важно, что они были не члебистыми. Важно, что они не имели позвоночника. Важно, что они не имели массивный раков. И большинство из них, да, действительно, ну, грубое поперечное все. Так что и в этом отношении Илья действительно во многом, даже не во многом, а сущности полностью сопрягается с тем, что говорил Эренберг. Он отказывался понимать и принимать вот эту самую клеточную диапазу. Ну, а дальше, дальше, дальше начинается проблема. Проблема очень серьезная. Проблемы связанные с тем, как все-таки трактовать вот этих однопрячных организмов. И появляется идея во многом, по сути дела, аспирированная самим Илья. Хотя он от этого отказывался, отклечивался полностью. Если мы говорим о том, что типом является план строения организма, то одноклеточность. Есть ли план строения? Универсальный план строения. Уникальный. Не просто универсальный, но уникальный план строения. Организм клетка. Ну и, соответственно, появляется целая группа работ на протяжении, по сути дела, всей второй половины 19-го времени. В которых так или иначе пытаются обосновать существование простейших как самостоятельного таксона. Правда, название протозова. Вот я хочу тоже, наверное, специально обратить ваше внимание. Протозова. Простейших животных. Так же, как и в них очень многие исследователи считали их животными. Забывая о том, что существует еще и зоофит, того же Лене. Протозова. Протозова. Тут совершенно однозначно читается, что природа простейших – это животное от природы. Так вот, само название протозова появилось в самом начале 19-го века, в 1803 году. Его предложил пепто-гольфус. Но он понимал под простейшими, под протозова, совсем другие организмы. Он просто туда забивал всю мелочь. Они потому и простейшие где, что они маленькие. И туда попадали, естественно, они мальчики. Но туда попадали и калавраки. Туда попадали и мелкие черви. Это практически все микроскопические одноклеточные и многоклеточные организмы. Ну, понятно, что в те времена, в самом начале 19-го века, а клетки еще только-только начинали думать. И само понятие одноклеточные и многоклеточные организмы было разным. Но тогда попадали представители разных таксонов. Главный определительный, по сути дела, главный определительный признак – это то, что они все, мы их характеризовались, очень мелкие и разные. Ну, а дальше постепенно, по мере того, как приходит осознание того, что количество клеток, входящих в состав этих организмов, на самом деле, серьезное значение, что многоклеточные организмы – это все-таки многоклеточные организмы. А клетка, организм – это что-то принципиально иное, то, естественно, понятие протезов начинает очищаться от многоклеточных форм. Постепенно в таком виде входит в биологию. Под простейшими мы постепенно начинаем понимать одноклеточные формы. Для возьмите любой современный школьный учебник, что там написано – простейшая одноклеточная, да? Это главный признак. Главный признак, который отмечает простейшего тела сами. И вот начинают создаваться самые разного рода группы. Иногда их называют царствами. Но это не те царства, к которым мы привыкли. Это не царство анималий, а царство животных, в котором еще со временем длинные отверстились в биологии. Это такие не очень определенные группы, авторы которых и не дают, по сути дела, ни диагноза, ни границ этой группы. Но суть в том, что в целом ряде работ, начиная с начала 19 века примерно до конца 70-х годов 19 века, вот так или иначе формируют вот эти попытки отделить простейших в самостоятельную группу. Им приносятся совершенно разные названия. И с вами лишь разные названия. Кто-то называет их протозолом, кто-то их называет протокцистом, кто-то их называет примигениумом, то есть первичные животные, с которых все начинается. Ну и так далее, и так далее. Но ни о какой настоящей системе речь не идет. Первым человеком, которым попытался определить положение вот этих одноклеточных существ в системе, был знаменитый немецкий исследователь Эрнст Генгель. Он категорически восстал против системы, унаследованной от Линны. Вы помните, куда Линны помещал анимаку Линны? Амёва, Вольвовса и прочие представители народа Хаоса. В группу зоофитов. Эрма зоофита, да? Растения-животные. Генгель, ну понятно, что к тому времени, когда Генгель начал работать, мы уже знали об этих живых молекулах, о которых писал еще Павелин Эрнст, значительно больше. Уже к этому времени появились серьезные исследования по клетке, по строению клетки, то, о чем я говорил. И Генгель попробовал создать свою систему. Свою систему. Ну, должен сказать, что, конечно, фигура Декеля — это совершенно фантастическая фигура. А вот, прежде чем уже заниматься его системой, только два слова о нем я скажу. Значит, Генгель очень рано достиг профессорского звания. У него было 20 с небольшим лет, а он стал профессором Генского университета. По-видимому, это был фантастический лектор. Потому что его лекции, так же как лекции самого Линнея, привлекали огромное количество людей. Он был фантастическим трудоголиком. Он работал так, как не работал никто ни до него, ни после него. Он оставил фантастическое научное наследие. Причем в самых разных областях. Это и протезология. С помощью его знаменитой труды по радиологии. Это классическая эмбриология. С помощью его классической труды по эмбриологии гейтарства. Это фантастическая сравнительная анатомия. Намного опередившая то, что делал в свое время Генгель. А Генгель незадолго до этого работал. То есть практически нет ни одной области. Ну вот разве что вот эти не работали. Все остальные области биологии он не просто хорошо знал, он их попробовал руками, глазами. Потому что это действительно фантастические исследования. И кроме того, обычно такого рода люди всегда углубляются в какие-то частности, в детали. Генгель на самом-то деле характеризовался удивительной способностью пытаться осмыслить то, что он наработал. Это был действительно фантастический ум. Повторяю, очень смелый, очень нестандартный. Но он попытался всегда осмыслить то, что, повторяю, он видел. Ну а в результате появились, кроме огромного количества частных работ Генгель, появляется еще очень крупная работа. Но скорость и происхождение многодушное. Это Гетти. Крупнейшая работа. Вспомните биогенетический закон Гетти. Я не хочу сейчас ничего говорить. Да, так вроде, заранее работать буду чуть позже. Я просто говорю о масштабе личности. И ведь мы знаем и ругаем биогенетический закон формулировки именно Гетти, а не первого создателя его. Вспомните красоту форм в живой природе. Вот эти огромные папки. Красота форм в живой природе. Ну вот, я их в следующий раз покажу. Показываю их в следующий раз. То есть это вообще просто популяризация науки. И очень широкая. То есть практически во всех областях, и в том числе и в систематике, вот я это подчеркиваю, в создании макросистем, Гетти сказал свое слово. Хорошо или плохо, это уже другое. Но сказал. Ну и кроме того, Гекель еще все время путешествовал. Вот как он находил на это время, тоже совершенно непонятно. Но практически все Средиземноморье, Северная Африка, Азия, это практически маршруты его путешествий. Так что в этом отношении это человек, который не просто все видел и потрогал, и собирал своими руками, но это человек, который еще и думал над тем, что видел, собирал, разбирал и создавал действительно такие глобальные научные теории. Ну, несколько фотографий. Молодой Гекель. Смотрите, как выглядят эти два портрета. Молодой, старый Гекель. Ничего не изменилось, кроме волос. Гекель в Африке. Гекель в Азии. Сачки характерные, из ближайшего дерева срубленные палки. Вот это Гекель. Но это красота форму живой природы, то, что я показывал. Вот картинки, нарисованные Гекелем. И вот теперь нужно сказать несколько слов. Впрочем, я кончу лекцию. Собственно, все раз уже начать с Гекелевской системы. О том, чем характеризовался Гекель уже как ученый и мысленный. Аганус Миллер. Современник Гекеля. Создатель, первый создатель биогенетического закона. Просто на этом примере очень удобно показать разницу в мышлении Миллера, настоящего философа и диалектика, и Гекеля. Так вот, Миллер, создавая свой биогенетический закон, говорил и писал только одно. Филогенез. Я сейчас не собираюсь вдаваться во все детали. Это, опять же, за пределами нашей темы. Мне важна только сама суть. Так вот, Миллер писал только одно, что филогенез повторяется в череде ранних стадий онтогенеза. Ранние стадии повторяется онтогенеза. Онтогенеза. Свойственные ранние стадии, которые свойственные были при этом в коже. Вот они вас выводят с этим ненавистью. И это действительно так. Мы проходим стадию, которая немножко напоминает зародыш рыбы. Но мы сами рыбой не становимся. И Миллер это прекрасно осознавал. То есть биогенетический закон лишь отражает определенные этапы развития. Не более того. Развития вот этих далеких предковых пор. А что делает беденец? А ему очень понравился биогенетический закон. И что он делает? Он выбрасывает все личные слова. Он вставляет только суть. Самую главную. Беденец. Хил 1С повторяет только генеза. Всё. Никаких. Вот мы сразу изучаем энтодинез и видим все стадии биогенетического. Но этого не бывает. Им нужен Гекель был плотим и не умным. В отличие от хорошего и умного мира. Так был устроен мыслительный аппарат Гекель. Но я думаю, что Гекель бы никак, если бы совместить во времени Гекеля и Аристосера, ох, какие бы граждане им были любовь. Потому что Гекель действительно обладал каким-то фантастическим, не смехно фантастическим, механистическим мышлением. Его интересовала только внутренняя логика событий. И отсюда все лишние детали уходят. Вспомните уже не биогенетический закон, а непосредственно происхождение многоклеточности. Гекель как тенищиков использует эмбиологическую модель. Они оба сторонники биогенетического закона. Что такое происхождение многоклеточности? В чем оно сейчас воспроизводится? Мы же с этим сталкиваемся каждый день. Эмбиологическое развитие – одна клетка, которая становится многоклеточным организмом. Вот и надо его изучить, особенно ранней стадии. Филогеназ воспроизводится в антогеннете. Вот и детки берет. Действительно, это потрясающая работа по эмбиологии. Очень точная, очень совершенная. И как эмбиологические работы, они не называют никаких сомнений. Веду их так и публикует, да, любви. Действительно, один из величайших, собственно, с него и начинается эмбиология. Настоящая эмбиология, научная эмбиология. Но когда гейтинг выступает качественным мыслителем, он забывает обо всём. Он образует все детали. И он берет самый простой вариант происхождения двуслойной структуры зародышей. Эмбиология – эмбиология. Самый простой вариант. Это проще всего. Был шарик. Так образовалась фенятина. Возникла гуслойная гаструла. О! Отличие гейтингское гастре. Гастреады, да. А ведь на самом деле-то. Индомиационная гаструляция характерна только для самых продвинутых животных. Для дейтеростойных. Там она доминирует. У всех других всё немножко иначе. А сейчас лишь совсем иначе. Но гейтинг не интересует детали. Он берет самое простое и самое ясное. Это удивительная особенность Гекеля. Попытка довести до такой ясности свою идею, что эта идея неизбежно превращается в абсурд. Это свойство Гекеля устроения. Это удивительная вещь. Посмотрите на картинки Гекеля. Красота формы в живой природе. Вы что-нибудь подобное в природе-то видели? А, пожалуйста, чифонофора. А в этом весь гейтинг. Его интересует идея организма. Таких животных в природе не существует. Даже радиолей. А ведь это два с лишним дома посвящены изображению таких. Ну, я бы не сказал, что это монстры. Но такие. На самом деле это монстры. С биологической точки зрения это гейтингские монстры. Но монстры очень красивые. Действительно, очень приятно подержать в руках эти знаменитые тома, гейтингские тома, как в природе и любоваться этими картинками. Но только в природе-то это не малейшее решение. Но, повторяю, в этом есть гейтинг. Вот это стремление довести до совершенства, до идеала, которая приводит к конкурсованию всякого рода, как диким казалось про встеперные детали, приводит к тому, что, в конечном счете, это все превращается в абсурд. Таких сифонофоров не бывает. Это абсурд. Все. Вас используются. Посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну uważа! Так... Спасибо. 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 Спасибо.